МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброго времени суток. В эфире программа «Тревожный сигнал». С вами Александр Наумов. И поговорим о происшествиях за эту неделю. И снова возбуждено уголовное дело. А поводом послужили высказывания в социальных сетях. В отношении 54-летней жительницы Октябрьского возбуждено уголовное дело. Она обвиняется в экстремизме. По информации Следственного комитета о республике, в 2013 году женщина разместила высказывания экстремистского характера в одной из групп социальной сети ВКонтакте. Сообщается, что жительница Башкирии унижала достоинства русской нации и призывала применять по отношению к ним насилие. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Вопиющий случай произошел в Караидельском районе. Накануне в дежурную часть Караидельского района позвонила женщина и сообщила об изнасиловании. В подозрении в совершении преступления задержан сын потерпевшей. По данным Следственного комитета республики, 10 февраля около полуночи 24-летний нетрезвый житель района, находясь у себя дома, подошел к 52-летней матери, которая лежала на диване, и ударил ее несколько раз по лицу. После этого он раздел ее и изнасиловал. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. И назначена судебно-медицинская экспертиза. А в Иглинском районе Башкирии бездомный украл собаку редкой породы. Как сообщает МВД, в середине прошлого года к ним обратился мужчина с заявлением о пропаже щенка породы Аляскинский маламут. Стоимость собаки оценивается в 30 тысяч рублей. Как уверял хозяин пса, маламуту украли. Позже местные жители рассказали, что некий бездомный предлагал прохожим купить щенка за тысячу рублей. Однако найти вора тогда не удалось. Подозреваемый был пойман спустя полгода в Уфе. Он признался в краже собаки и рассказал оперативникам, кому продал щенка. Сейчас пес вернулся к законному хозяину, а виновный находится под стражей. Полицейский выясняет его причастность к другим преступлениям. Полную картину происшествий за неделю нам предоставили в дежурной части. За неделю было зарегистрировано 312 заявлений и сообщений. Из них 107 содержащих признаки состава преступления. 37 жителей города Кумертал обратились в медицинские учреждения с различными телесными повреждениями. Кроме того, было 18 заявлений о краже, 3 факта о мошенничестве. Также сотрудникам ГИБДД было выявлено 320 нарушений правил дорожного движения. Было задержано водителей в состоянии алкогольного опьянения 9 человек. В целом резонансных преступлений и происшествий за неделю зарегистрировано не было. И, к сожалению, без пожаров на неделе тоже не обошлось. Вчера, а именно 16 числа этого месяца, произошел пожар в селе Маячный по улице Железнодорожная. Пожар прошел 21 час 33 минуты. По прибытию на место пожара было произведено тушение. В ходе тушения пожара был обнаружен труп мужчины, а именно родственника хозяйки дома пожилого возраста, 1933 года рождения. Причина пожара явилась у нас неосторожность при курении, а именно пожилого родственника. Так как пожилой родственник являлся инвалидом, то есть самостоятельно передвигаться не мог, вот от чего он получил отравление угарным газом. Сам, значит, жилой дом видимых порождений значительных не имеет. Вот имеется только, значит, где, значит, лежал погибший, вот. И также под этим местом сгорела кровать и прогал в полу. Хотелось бы обратиться к жителям города Курганского района о том, чтобы ни в коем случае не оставляли без присмотра малолетних детей, вот, а также лиц инвалидов и либо престарелого возраста, вот, так как данные лица, значит, более подвержены угрозам возникновения пожара по своей неосторожности. 10 февраля на 1469-м километре автодороги Самару-Уфачи-Лябинск произошло смертельное ДТП. Погибла 27-летняя женщина. Как сообщает пресс-служба МВД по республике Пашкортостан, около 21-го часа столкнулись легковушка Toyota Auris и грузовик Mercedes-Benz с прицепом. За рулем легковушки на марке была 27-летняя жительница города Кумертао. Она вылетела на встречку, где и случилась авария. Женщина умерла на месте. Последствия ДТП устраняли три сотрудника МЧС. Если вы собираетесь в путь на дальнее расстояние, то следующая информация именно для вас. В ближайшие дни Башкирии похолодает до минус 30-ти. Как сообщает управление автомобильной магистрали Самару-Уфачи-Лябинск, 17 февраля температура воздуха ночью опустится до минус 25-ти и минус 30-ти. В южных районах Башкирии до минус 15-ти и минус 20-ти. Днем температура сохранится на отметке минус 12-17 градусов. Осадков в этот день не ожидается. Однако по югу может быть небольшой снег. В Кумертауне возбуждено уголовное дело в отношении водителя, сбившего ребенка. По словам родственников 6-летней девочки, в этот день малышку забрала из садика бабушка. По пути девочка побежала в сторону дома, но не успела. Со двора на скорости выехал водитель за рулем «Шевроле Круз», который и сбил ребенка. Девочку госпитализировали в реанимацию. В больнице ребенок пролежал больше месяца. Спустя месяц в семье пострадавшей девочки отказали в возбуждении уголовного дела. Родственники хотят добиться справедливости. Несут девочку на носилках, а тут родители плачут. События того дня 6-летняя Ангелина вспоминает в рисунках. Врачи, скорая помощь и носилки. Про нее теперь говорят. Она родилась в рубашке. Оказавшись под колесами автомобиля, девочка выжила, хотя получила тяжелейшие травмы. Перелом бедра, гематомы внутренних органов потеряла почти литр крови. В больнице, закованной в гипс, Ангелина провела почти три месяца. Вот здесь вот сильнейший оскольчатый перелом. Врачи, можно сказать, по крупицам эту косточку всю собрали. Сделали операцию, установили спицы. Сколько мучений ребеночек передал. Это вообще... Видеозапись аварии была обнародована только сейчас и буквально шокировало интернет-сообщество. На записи видно, как, приближаясь к пешеходному переходу возле детского сада, водитель ускоряется и на полном ходу сбивает выбегающего на дорогу ребенка. Сбитая девочка подлетает в воздух, словно кукла. По словам очевидцев, скорость автомобиля «Шевроле Круз» была такой, что ребенка отбросила на 20 метров вперед. Но он летел, если бы он в 40 ехал, он бы и притормозил, ну толкнул бы ее. Но представьте, вот он ее здесь зацепил, и вот перед черной машиной она туда отлетела. Ну это какая скорость должна быть? В тот день бабушка Ангелины, как обычно, забрала внучку из детского сада «Земляничка», который находится буквально через дорогу от их дома. Девочка остановилась, чтобы попрощаться с мальчиком из группы. А потом вдруг резко выдернула свою руку из ладони бабушки и побежала домой. Бабушка писать и рванула. В этот момент у меня в голове все проскользнуло. Думаю, все, задавила, все, все, я лишилась своей внученьки. Мы кричали на водителя, он стоял по телефону, разговаривал, совершенно было, наверное, пофиг. Причем не вызывая ни скорую, ничего. Мария Бабенко, одна из очевидцев этого наезда, уверяет, свидетелей было много, и все готовы дать показания. Но их до сих пор не опросили. Между тем, буквально на днях следователи города Кумертау вынесли отказ в возбуждении уголовного дела. Девочка выбежала на проезжую часть прямо у знака пешеходный переход, в том самом месте, где ее каждый день переводили через дорогу бабушка и воспитатели детского сада. Однако саму зебру, как и сейчас, не было видно из-за снега, и девочка отступила от нее буквально на метр. Именно это сейчас и стало основанием для отказа в возбуждении уголовного дела. В настоящее время главным следственным управлением МВД по республике Башкортостан проводится дополнительная проверка по факту ДТП с участием несовершеннолетних в городе Кумертау. Устанавливаются все обстоятельства происшествий, и по результатам проверки будет принято процессуальное решение. Сам водитель Игорь Дударев уверен, что ни в чем не виноват. Говорит, девочка выбежала слишком неожиданно. При этом, подъезжая к пешеходному переходу, он видел, что его перекрывает другой автомобиль, но не притормозил, как того требует правило, и даже выехал на встречную полосу. Я двигался не с большой скоростью, я двигался с маленькой скоростью, я не летел 80 км в час. Но свидетели врут? Свидетели, я не знаю, как они могли скорость мою, допустим, знать, видеть. Увидев из окна, как мы берем интервью, Ангелина уговорила маму выйти на улицу. Человека, сбившего ее, она увидела впервые. Что ты хотел сказать? Вот дядя стоит, вот дядя, что ты хотел сказать? Что ты хотел сказать? Что машин боюсь. Все будет хорошо, и чтобы в следующий раз через дорогу не перебегала. Осмотрела немножко по сторонам. А кто не усы на всей скорости, а? Ангелине сегодня в первый раз разрешили поиграть на снегу. Двигательный аппарат ребенка еще не восстановлен. Сейчас ей необходимо платное лечение в реабилитационном центре, массаж и хорошее питание. Но маме-одиночке, которая была вынуждена бросить работу, это все не по карману. Семья живет только на пенсию бабушки. Кроме того, Ангелине нужна помощь психолога. Ребенок до сих пор панически боится машин и кричит по ночам. Потолок отражаются фары, и все, она мама-машина, закрывает личико. У нее слезы, у нее нереально просто описать. Аферу устроила директор строительно-монтажной фермы. Имея доступ к строящимся объектам, она предлагала людям купить квартиры по цене ниже стоимости от застройщика. Те заключали с ней договора, не зная, что она не владеет этими квартирами. В итоге жилье получили только те, кто первым приобрел у мошенницы. Остальные остались ни с чем. Как отметили в пресс-службе МВД Республики, женщина, по сути, организовала стандартную пирамиду. Новое жилье она оплачивала за счет средств предыдущих покупателей. Сейчас в отношении мошенницы возбуждено уголовное дело, ведется следствие. В интернет-просторах уже много правил ПДД шуточного характера, дабы высмеять наглецов на дороге. Например, таких как эти. Если встречная полоса свобода, то почему бы не ехать на ней? Или будь загадочным, не включай поворотник. Смех смехом, а исход иной раз получается довольно-таки печальный. Но водители суровы всегда и везде. Некоторые, например, даже не нуждаются в тепле, как это. Не нравится расположение светофора? Не беда, поправим. Серьезно, как никогда и даже иногда соревнуются, как это было прошлой осенью по улице 40 лет Победы. Но данный вид соревнований немного отличается. А вот следующим участникам не повезло. Это при въезде в город. И вроде бы ничего необычного. Просто стоит соблюдать правила дорожного движения, и все будет хорошо. Но когда зимой перед вами едет велосипед, все же стоит притормозить и узнать, все ли хорошо у человека. Водители у нас настолько суровы, что могут заряжать аккумулятор прямо из дома. В итоге потом приходится в прямом смысле слова тушить автомобиль. Да что там говорить про заряженный автомобиль, когда казусы на дорогах случаются чуть ли не каждый день и в разной степени. Вполне можно наблюдать картину, когда колесо может двигаться независимо от автомобиля, как это было по улице Пушкина. У страха глаза велики, но он полностью отсутствует у наших водителей. В нашем городе люди, прямо нарушающие, уже своим внешним видом, абсолютно закатанные, спокойно устраивают встречи или так называемые сходки, дабы покрасоваться друг перед другом и при этом снимают свои правонарушения и выкладывают в социальные сети. Эх, это раздолье для работников ГИБДД. О дружелюбии водителей же ходят легенды. Конечно, удивляет, что целых два внедорожника умудрились застрять рядом, однако жители не остаются равнодушными и с удовольствием помогают друг другу. Помогают всегда и везде. Помочь с переездом? Не беда, поможем. Вот только про братьев меньших забыли. Увы. Помочь утилизировать машину? Всегда пожалуйста. Сделать любимый подарок одню всех влюбленных? Не вопрос. Фото было сделано 14 февраля. И все же приятно жить в городе, где все живут дружно и где царит любовь, мир и согласие. Где утром могут постучать в окно, несмотря на то, что живешь ты на втором этаже. Например, кран. И на этом, пожалуй, все. Будьте бдительны и остерегайтесь опасных ситуаций, как на дорогах, так и в жизни. И у меня на этом все. С вами был Александр Наумов. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова